У меня сегодня фотограф и путешественник Сергей Карпухин. Справка. Сергей Карпухин, геолог, фотограф, организатор путешествий, популярный блогер. Окончил Московский геолого-разведочный институт. Экспедиционный стаж, 36 лет. Член Русского географического общества и Союза фотографов дикой природы. Подавляющее большинство путешествий проходит в труднодоступных районах России. Специализируется на съемке, описании неизвестных или малоизвестных территорий, ландшафтов и природных объектов. Замечательный путешественник и великолепный фотограф. И первый вопрос, который я хочу задать Сергею. Сергей, вот были в очень многих местах, много чего видели. Вот есть же место, которое запомнилось больше всего? Вы знаете, во-первых, моя такая основная территория – это Россия. Я редко выезжаю за рубеж. Я даже сразу объясню, почему. Потому что там уже сложилась туристическая инфраструктура. И с точки зрения, скажем, массового туризма у нас в России делать нечего. Но если вы находите в себе какие-то гены исследователя, то вам сюда, в Россию. А внутри России тоже есть разные объекты, территории, где по-разному сложилось. И для меня номер один внутри России – это Якутия, естественно. Ну, представьте, огромнейший регион, пять Франций легко туда влезает, миллиона жителей нет. Очень много труднодоступных территорий. И визуальный облик которых совершенно никак не представлен. И многие даже не видели на фотографии, как выглядят тысячи квадратных километров, где спрятаны удивительные, уникальные ландшафты, о которых мир еще и не знает. И вот для меня это самое интересное, что может быть, как для фотографа, как для путешественника. Поэтому я не хочу никуда за пределы России, за пределы моей любимой Якутии. Хотя, конечно, я не ограничиваюсь Якутией. У меня много других регионов, которые я исследую. Это, например, Плата, Путорана, Дальний Восток. Я часто езжу, допустим, к ненецким оленеводам на Ямал, Кавказ. Да, много всего. Но Якутия остается для меня номер один уже на протяжении 20 лет. Сергей, ну вот для обычного человека, который редко куда выезжает, ну, вернее, выезжает там за границу погреть пузико в Турцию, для него Якутия в представлении это такая вот, знаете, ровная-ровная-ровная поверхность, на которой куча-куча-куча-куча снега. Вот. Он ошибается или он скорее... Да, я даже сказал бы, что он не то что ошибается, он просто сильно заблуждается. Ну, вы представьте, огромнейшая такая территория. Там столько разных ландшафтов, и горы есть, и даже берег моря есть, правда, такого. На котором нельзя оккупаться особо. Моржам можно, но остальным нет. Реки, озера, ну, много всего. Там даже есть, допустим, кусочки пустыни с своим таким местным якутским названием Тукуланы. Причем пустыня это с песком, да? Да, именно дюны, дюны, такие огромные дюны. Они есть, самые известные, допустим, на берегу Лены, но наибольшее их количество в бассейне Вилюя. Вот. Или, например, есть такой ландшафт. Он не только в Якутии распространен. Останцовый ландшафт. Но в Якутии особенно много, особенно часто встречаются гранитные останцы, которые образуют целые комплексы. И тоже есть свое местное название киселях, или, правильнее сказать, кегелях. То есть от слова кеге это человек по-якутски. Вот. Кстати, мое наибольшее достижение именно один из таких ландшафтов, которые я без ложной скромности скажу, что открыл миру в 16-м году. Да, это находится между речью Индигирки и Алазеи, в заполярной Якутии, Быйский Улус. Вот. У меня было только предположение, гипотеза, что там есть что-то такое подобное. И в 16-м году я отправился туда, в экспедицию. У меня был всего один напарник. Мы проплыли 600 километров по Индигирке для начала. Вот. И потом 30 километров ушли в сторону. И когда увидели, что там есть, мы были в полном шоке. Вот. И когда я впервые привез эти фотографии, опубликовал в интернете, на своих страницах, то резонанс был. Потом я провел там еще несколько экспедиций. И мне стало понятно, что летний вариант, он не для фотографов. Там нет вот этого режимного времени летом, потому что солнце не заходит. Вот. И поэтому я потом решил, что надо провести зимние экспедиции. И вот уже две зимних я провел. И, кстати, вот по материалам экспедиций туда была публикация в National Geographic в 18-м году в юбилейном номере. Вот. После этого этот ландшафт стал узнаваемым. Вот. А до 16-го года там только местные охотники бывали. И геологи когда-то работали, но это не стало, не сделало их известными. Вот. Но вот после тех фотографий, что я опубликовал, теперь о них знают. То есть вы первый фотограф профессиональный, который там добрался? Я привел туда еще потом где-то на данный момент 5 или 6 фотографов. Вот. Все. Больше там фотографов не было. Отдали рыбное место. Не отдал. Почему? Я туда планирую еще экспедиции. Я организую и продолжаю организовывать экспедиции туда. И в марте будет у меня ближайшая. Вот. Любой желающий может? Или нужна жесткая подготовка? Во-первых, это дорого. Даже просто потому, что там перелеты очень дорогие. Во-вторых, нужна экипировка. Вот. Но, скажем, тот экстремальный уровень первой зимней экспедиции, когда нас туда забросили на снегоходах, и мы жили там на самом верху, среди снегов, в палатке с печкой, он уже снят. Мы кое-какую инфраструктуру там с помощью местных жителей построили. Там есть уже теплая избушка внизу, в час езды на снегоходе от этих останцов. Вот. Но, к сожалению, я вот сейчас не могу показать. Если кто не видел, если бы вы увидели вот эту удивительную архитектуру в сочетании со северным сиянием, вот эти столбы, это просто потрясающе. Вот. Теперь эти фотографии есть, и мне есть что показать. Ну, а технология там простая. Мы летим в Якутск, потом летим в Белую гору внутренними авиалиниями. Из этого поселка потом нас везут с зимником прям по Индигирке, по реке, по дороге там 150 километров. Потом 70 километров забрасывают уже на снегоходах. Вот до этой уже базы, которую построили местные ребята, по моей просьбе. Вот. И дальше мы, вот, они там нам помогают во всем, на снегоходах возят туда-сюда. А съемка, да, съемка, основная съемка, она, конечно, вечером, утром и ночью. Днем можно расслабиться, поспать. Отдохнуть, погреться. Да. Поесть строганинки. Поесть строганинки, да. Вот поговорили мы о замечательном месте, который Сергей, как фотограф, открыл для широкой публики. Это была публикация в National Geographic. Это место, как еще раз называется? Я их назвал Гранитные города Улахансис. Улахансис — это кряш, вот этот горный кряш. А вот эти станцы, станцовый комплекс, они действительно, там, иногда чувствуешь себя, как в рукотворном городе, улицы, кварталы, там, и так далее. Действительно, такие ощущения возникают. Но я, как геолог по образованию, могу на сто процентов с уверенностью сказать, что это все-таки естественное происхождение ландшафт. Ну, вот, сейчас мы еще поговорим о красотах Якутии. А поскольку вы сказали, что вы геолог, да, вот как вас занеслось в геологии, хотя бы сказать, в творчество, но геология — это тоже сродни творчеству, в фотографию. Я вам скажу, что скорее наоборот. Во-первых, фотография у меня, она проистекает из моей тяги к путешествиям. Ну, просто на определенном моменте мне стало понятно, ну, а что я путешествую, никак это не выражаю, то есть нет никаких плодов, ну, надо что-то. И, естественно, самым простым для меня показалось через фотографию это все отразить. Вот. А в геологию я пошел, потому что я уже с детства понимал, что я путешественник. Вот и все. Да, обычно. Обычно более термостный путь, да. Обычно наоборот. Многие ребята, которые были у нас в гостях, они рассказывали, вот мы просто как геологи работали и снимали, но в определенный момент мы поняли, что либо геология, либо съемка. А здесь все как бы логично и правильно, и просто. Вот, Сергей, кроме... Какие еще замечательные места в Якутии есть, куда человек должен попасть, ну, хотя бы раз в жизни? Ну, во-первых, есть еще места, которые и мной не отсняты, и вообще никем не отсняты, и они у меня так в целях стоят, ну, до них еще надо добраться, очень трудно. Вот. Но потом, допустим, вы знаете, я в первый раз в Якутию попал 20 лет назад, в 99-м году. Как геолог? Нет. Уже как путешественник, фотограф. И попал туда нестандартным путем. Я не прилетел на самолете. Я не приехал наземенным путем. Я приплыл на Байдарке. Господи, скорбь, да. Я границу Якутии пересек впервые на Байдарке. У меня была серия экспедиции в одиночку, их было много, но была одна серия, эта серия, она стояла из трех сезонов, из трех маршрутов. Я пересек все Среднесибирское плоскогорье, вот эту огромную территорию между Енисеем и Леной. Вот. А первая экспедиция была, это 2625 километров по Нижней Тунгуски. Потом была самая трудная экспедиция. Мне нужно было с Нижней Тунгуски попасть в истоки реки Оленек. Это 700 километров я преодолевал, используя систему рек. Где-то вниз по рекам, где-то вверх по рекам, где-то волокам. И потом, попав в истоки реки Оленек, мне надо было еще дойти до, еще где-то 700 километров до поселка Оленек, чтобы оттуда выйти. А третья экспедиция была, это 1500 километров от поселка Оленек, да, уже до моря Лаптев. Так вот, в этой второй экспедиции, когда я пришел в истоки реки Оленек, а они находятся еще в Ивенкии, я пошел-пошел по этой реке Оленек и где-то там пересек границу с Якутией. Она там где-то находится. Но я об этом узнал только по карте, естественно. Нет, я понимал, что она там есть, вот здесь. И это было мое первое, так скажем, проникновение вот в эту огромную территорию Якутия. И впоследствии я провел там, не знаю, десятка, два, три экспедиции вот за эти 20 лет. И материала накопилось огромное количество. Вот, и, кстати, вот река Оленек, опять же. Это тоже потрясающая река, дикая река. 2300 километров, один населенный пункт вот этот в 700 километрах от истоков, а истоки, я уже сказал, они вообще там находятся очень далеко от всех населенных пунктов. И внизу два населенных пункта. Все, больше нет ничего. А ландшафты там тоже очень удивительные. Вот есть Ленские столбы. Знаменитые раскрученные. Да, это бренд уже. Есть, допустим, Синские столбы, о которых меньше знают, но они гораздо более привлекательные, чем Ленские столбы. А вот есть еще Оленекские столбы на реке Оленек. Их тоже, в общем-то, особо никто не снимал. Но в прошлом году, ну, тогда вот это был 99-й год и 2000-й год, когда я весь Оленек прошел, весь от истоков до Устья, получается, прошел в одиночку. Да, ну, такого больше никто не сделал, наверное, не сделает. Вот, тогда я еще, конечно, у меня немножко другие задачи были. И материал оттуда я почти не привез. Вот. А в прошлом году мне удалось не весь, конечно, Оленек, но часть Оленека пройти уже с группой, которую я туда привез. Вот. И мы прошли довольно большой участок. И там я уже нормально отснял. И есть теперь материал по этой реке. И это как раз первая глава книги, которую я вот сейчас подготовил к изданию. Он называется «Якутия. Якутия. Неизвестная земля». Она действительно неизвестная. Вот в плане фотографии это действительно неизвестная земля. Вот. И я даже могу сказать, что многие якутияне иногда мне говорят о своей Якутии, мы узнаем от тебя. Да. Ну, так вот получается, да. Но эта книга делается по современному методу сбора средств от народа, да, на народный день, краудфандинг, да? Ну, это на данный момент один из вариантов, как найти деньги под этот проект. Вот. Я объявил краудфандинг, да, пытаюсь сейчас собрать деньги на этот проект. Ну, чтобы съедобная, скажем, цена получилась за один экземпляр, нужно там тысячу экземпляров издать. А это уже приличные деньги. Ну, вот я сейчас этим занимаюсь. Значит, уважаемые радиослушатели, вот я как человек, который видел эти фотографии на фейсбуке нашего гостя Сергея Карпухина, верстку предварительной книги тоже я посмотрел. Вот, поверьте, эта книга нереальной красоты, она действительно очень замечательная, и я вот призываю всех просто, и я помогу, и всех призываю, давайте поможем, чтобы эта книга появилась на свет, потому что она действительно очень красивая, и она показывает, насколько красива наша страна. Вот. Вот, и если нас слышат, и те, кто может помочь, там, не просто там 100 рублями, 1000 рублей, да, а готовые, ну, есть же много бизнесменов, которые тоже путешествуют. Поверьте, эта книга стоит того, чтобы, и этот человек стоит того, чтобы ему помочь. Вот. Я лично тоже перевел деньги, и я очень надеюсь эту книгу увидеть, поддержать в руках. Ну, и, поверьте, этот человек для меня... Я много чего видел разных мест у нас в России, очень красивых, но вот именно Сергей Карпухин открыл для меня путешественника Якутии. Я вот теперь... Это моя мечта, я туда очень хочу попасть. Напоминаю, в гостях у нас был замечательный фотограф и путешественник Сергей Карпухин. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Встретимся ровно через неделю. Изучайте географию, царицу наук, и фотографируйте, фотографируйте, фотографируйте. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0. Ксюмень. 99,6. Анапа. 89,5. Владимир. 104,3. Барнаул. 106,8. Екатеринбург. 92,3. Санкт-Петербург. 92,0. Москва. 97,2. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна. Комсомольская правда. 2,5 sky. 2,5 sky. С new was. 6,5 sky. 106,8 sty drag. Продолжение следует...